Дорогие соотечественники, здравствуйте! Вот день ото дня приносят нам все новые известия, новые события. И уж что тут говорить, последняя неделя, ну это, есть вот такие моменты, когда накапливаются, накапливаются какие-то определенные возможности, тенденции, силы. А потом вдруг где-то за несколько дней они вырываются, как черты с табакерки наружу, и мы начинаем видеть жизнь не через призму каких-то там принципов дутых, каких-то ценностей надуманных, фальшивых, а такой, какой она является в действительности. Вот когда видны реальные силы, реальные противоположности и риски, и опасности, которые нас ожидают и которые нам, человечеству всему, и в том числе и гражданам Молдовы, необходимо разрешать каждый день, каждые полгода, каждый год. Потому что жизнь – это борьба. И эти великие слова великого демокрита никогда не надо забывать. Чтобы разобраться в этой кутерьме событий, когда промелькнул и перепуганный Столтенберг, и слегка подвыпивший Жан-Клод Юнкер, и семенящая за господином Дональдом Трампом королева Великобритании, и тьма событий. Вот чтобы разобраться в этой кутерьме, мы пригласили государственников. Я всегда уважаю людей государственников, то есть людей, у которых есть государственный опыт. Потому что одно дело быть болтуном аналитиком и политологом, и совсем другое – пройти через вот это ситок государственной деятельности. А человек этот видел много. Я помню, как много лет тому назад он приехал в Пекин, его слушали представители 20 исследовательских институтов при Центральном комитете Коммунистической партии Китая, чтобы понять, что происходит в Европе, что происходит у нас, что происходит в мире. То есть это авторитетный человек, человек науки, доктор истории Виктор Степанюк. Добрый день. Я почему подчеркнул вот этот момент опыт государственника? Потому что вот я часто замечал такое, что очень многие люди, которые пытаются по интернету, по каким-то книжечкам почитали, понять, что происходит за кулисами. Если у них нет реального государственного опыта, если они не вращались в кругу государственных людей, конечно, они могут только предполагать, или они там картинки какие-то выстраивают, фантазии. А вопрос стоит по-другому. Что стоит за ширмой тех или иных событий, когда эта ширма только иногда вот так на секунду раскрывается, как в последнюю неделю, мы увидели мелькнувшие лица, руки, движения, а потом ширма опять прихлопнулась, опять туманный дым. Что за этой ширмой? Что произошло в последнюю неделю, когда ширма эта приоткрылась? И мы увидели на первый взгляд парадоксальные события. И те, ну, например, достаточно посмотреть, как Путин сражался за репутацию Трампа. Он фактически выполнил работу, за которую, очевидно, тот был ему очень благодарен. Что показала эта неделя? Ну, во-первых, надо согласиться с тем, что закончился чемпионат по футболу. Очень важное событие, спортивное, и весь мир так или иначе болел. Вот, потому что, мне кажется, он удался, в первую очередь и для России, и для многих европейских стран, и вообще для мирового спорта, для мирового футбола. Мир как-то добрее, лучше стал за это время. Безусловно. Вы помните старый мир античной Греции, когда начинались спортивные игры, олимпийские игры, значит, все останавливалось. В том числе войны, любые сражения и так далее. И действительно, мир становился добрее. Очень часто именно после этого подписывались договоры о мире, и войны останавливались. В данном случае, мне кажется, очень символично, что, видите, как совпало вот окончание мирового футбола, окончание чемпионата, с очень важным событием встречи этих двух мировых лидеров, то есть президента Соединенных Штатов и президента России. Как я вижу, значит, эта встреча была подготовлена, при том, я думаю, что хорошо была подготовлена. Хотя на днях звучит очень такая непонятная критика в адрес президента Соединенных Штатов. Но мне кажется, что президент Соединенных Штатов все-таки, хотя у него политического опыта, конечно, меньше, чем у Путина. И видно, что он пришел из экономики, из бизнеса или во всех процессах разбирается. Но интуитивно этот человек понимает основные тенденции политики. И, конечно, я вижу эту встречу именно такую, как миротворческую встречу. Они попытались говорить о проблемах, сложных проблемах современной политики, современных международных отношений и так далее. И Хельсинки, в данном случае мы не можем говорить о Хельсинке-2, хотя надо сказать, что очень много политиков и политологов. И ассоциации возникают неизбежно. Безусловно. Хельсинки – это символ. Хельсинки – это символ 1975 года, этой декларации, этого пути по сотрудничеству обеспечения безопасности, декларации 1975 года. После распада СССР и распада Югославии, безусловно, что многие политики, политологи, в том числе на Западе, постоянно говорили, что нужен Хельсинки-2, нужно сесть за стол переговоров именно великим державам. И еще раз посмотреть очень ясно, в какой мере мы согласны и одинаково понимаем международное право. Потому что в международном праве, безусловно, есть определенные противоречия, надо сказать, с другой стороны. Причем заложенные изначально и имманентно. Вот смотрите, мы говорим, права человека фундаментальны, да. Право нации на самоопределение фундаментальны, да. Но и право государственно-территориальную целонность и прочее. Опять да. И мы видим, что все время эти принципы входят в столкновение. Они входят в противоречие. Надо сказать, что после 1975 года в основном эти принципы, Хельсинки, они соблюдались. Но пошли противоречия. Именно после распада СССР, и особенно Югославии, здесь пошли разночтения, что такое суверенитет народа, что такое суверенитет государства. В какой мере надо соблюдать с учетом Харти Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и так далее, и так далее. И в данном случае, мне кажется, что этот разговор очень конструктивный. На него нужно смотреть. И мне кажется, что мировое сообщество все-таки смотрит с определенной надеждой. Потому что вот столкновения, которые были в Сирии, мы с вами наблюдали последние месяцы. Шаг до войны был. Это был шаг до войны. И слава богу, что и военные образумились в конце концов, они уточнили некоторые вещи. Потому что надо признать, что нынешний президент Соединенных Штатов опыта действительно политического не очень большого. Но в Конгрессе ястребов хватает. В том числе среди его же республиканцев. Безусловно. И когда мы говорим о современной геополитике, на этот вопрос, вы знаете, еще в 50-х годах отвечали довольно просто. Это, в принципе, борьба за ресурсы. За ресурсы будущего. Борьба за будущее. И в американской внешней политике... Виктор, я смотрю, у тебя столкновения по цивилизации Сэмюэля Хантингтона. Я думаю, ты не зря с этой книжкой пришел. Я не зря пришел с этой книжкой. Настало время Хантингтона послушать. Я мог вам принести, значит, 3-4 книги по геополитике, в том числе и американские. Но, в принципе, в американской геополитике, теоретической геополитике, да, в теоретической политологии есть два основных подхода. Есть подход Бзижинского, который считает, что члены Штаты должны очень четко, крепко, жестко давить всяких соперников, ставить их на место и держать под контролем и Америку, и всю Европу, и Азию, и так далее. И для Америки Россия, Китай и другие являются соперниками. И их надо... Мало того, врагами, страшное слово. И их надо давить. Их надо давить любыми способами, в том числе военными. Поэтому вот эта идеология создания военных баз, окружения своих соперников и так далее, это не случайно. Да, это не случайно. Но в американской геополитике есть и другой подход. И это подход сотрудничества цивилизаций, понимания их интересов. Буш-старший, например. Буш-старший. Надо сказать, что в свое время это Кеннеди, и один, и другой. Вообще, демократическая партия больше держалась именно этого подхода, мягкого подхода. Хотя там президенты были разные. Мы с вами знаем, что и последние президенты, значит, они не очень ясно понимали иногда, что делают, и почему они дразнят так, вот именно по этой военной перспективе. Особенно вот голубь мира, этот Обама, который получил Нобелевскую премию в кредит. Да. И мир на грани войны оказался. И развязывают войны, к сожалению. Поэтому вы спросили меня о книге. Да. Сэмюэл Хантингтон. Проходят годы, вот уже почти два десятилетия, как написана эта книга. И я больше убеждаюсь, что Хантингтон смог предвидеть некоторые процессы, и он... Потому что он смотрел свысока, из глубины веков. Да. И надо сказать, что, слава богу, что в американской науке, в американской политике есть этот подход. И мне кажется, что, когда мы говорим о современных отношениях между Россией и Соединенных Штатами, между Китаем и Соединенных Штатами, да. Арабским миром. Арабским миром. Вот эта точка зрения, все-таки, она сейчас на втором плане. Но сейчас, реально, как я понимаю, президент Трамп ее представляет. Он не пользуется, она не пользуется еще большой поддержкой, я говорю, в Конгрессе, и, наверное, в политической элите, в экономической элите. Потому что, безусловно, что Америка пытается, с точки зрения экономической, смотреть в завтрашний день, где они будут брать ресурсы, как они, значит, будут оставаться великой державой, всемирной державой и так далее. Да, гегемоном. С другой стороны, мне кажется, что в этой книге, если они перечитают ее, а Хаттингтон написал не только для нас, то есть для специалистов в политике. И написал давненько. Он написал для них. Он написал для политического класса Соединенных Штатов, что здесь есть интересы России, здесь надо посмотреть, где Европа, старая Европа и новая Европа. И где Соединенные Штаты могут давить, а где они все-таки должны работать на сотрудничество, обеспечение, значит, региональной, европейской и всемирной, можно сказать, международной безопасности и так далее. В этом смысле встреча, организованная между Трампом и президентом Путиным, я считаю, что... Продолжение этой линии. Продолжение этой линии. Больше того, мне кажется, что все-таки команды двух президентов, они хорошо сработали, потому что встреча все-таки продолжалась, значит, более трех часов. Не всем понравилось, как ответил на вопросы Трамп, не всем понравилось, как Трамп, значит, ушел от некоторых вопросов вообще и так далее. Сейчас смотрю уже на второй, на третий день, он начинает оправдываться по некоторым там ответам, но его сейчас очень жестко критикуют. И в Америке как говорят, если вас критикует очень сильно сенатор Маккейн, значит, вы на правильном пути, потому что Маккейн имеет такую, значит, скверную репутацию, своего своеобразного ястреба и так далее, и так далее. Поэтому я вижу встречу, в принципе, очень положительную. С другой стороны, надо сказать, что эта встреча является только стартом обсуждения в ближайшие месяцы. Который остро необходим человечеству сейчас. Я абсолютно убежден, что... Мы на грани войны были. Да, я абсолютно убежден, что часть информации, она не вышла к прессе. Мы не знаем до конца, что обсуждали президентов, значит, в узком кругу, потому что там держатся определенные, значит, и секреты, и тайны. Но мне кажется, что именно пойдет вопрос о том, как в ближайшее время все-таки снять санкции, санкции против России, встретиться, значит, наверное, какие-то рабочие группы для того, чтобы по каждому конфликту, имеется в виду Сирия, имеется в виду, безусловно, Украина. Я думаю, что даже речь идет о Северной Корее, там, и о Израиле в том числе, и Иран, безусловно. И если удастся вот пойти по этому пути, тогда можно будет говорить о результатах Хельсинки-2. Видно, что это только определенный такой аванс. И то, какое яростное сопротивление это вызвало и не только в США, и в Европе, мы видим. Безусловно. Ну и сейчас, когда вы затронули, и мне кажется, вы очень правильно затронули вопрос, значит, Европы. Безусловно, что Трамп, значит, приехал в Европу, кое-кого покритиковал. Построил. Да, построил, значит, он там бросил определенные фразы. Конечно, Америка хочет оставаться дальше великой авторитетом для Европы. Тем более, что Европа переживает сейчас не самые добрые, надо сказать, времена. После ухода Великобритании и после этих всяких проблем, которые так или иначе возникают. Вот, и мы видим, что иммиграция там делает очень много проблем. Очень странно повел себя и Юнкер, и мне кажется, что это символично, что они должны его поменять. Потому что это не в первый раз происходит. Он подводит уже, можно сказать, он лицо так или иначе этого Европейского Союза. И когда в присутствии, значит, королевы, в присутствии премьер-министра Германии Меркел, значит, он пришел в такой, в таком виде. От шофе? Да, это абсолютно немыслимо. Поэтому это целое позорище. И Трамп этим, можно сказать, негласно, косвенно он воспользовался. Он говорит, ребята, вы там еще должны разбираться. А я поеду, поговорю с Путиным, пока вы здесь разберетесь со своими внутренними делами европейскими и так далее. С другой стороны, видите, как он все-таки заговорил с руководством НАТО о военных расходах. И кто будет платить. И кто будет платить и так далее. Он дал понять, что все-таки вы должны быть наготове. Мне кажется, что это в большей части все-таки формально. Почему? Потому что ни одна из западноевропейских стран сейчас на этом этапе, потому что определенные кризисы тоже заметим, да, и ни одна из восточных стран, стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО, я имею в виду, Прибалтийские государства, Румыния, Чехия и так далее, и так далее, они не готовы сегодня увеличить свои военные расходы. Это большая проблема, потому что они, с одной стороны, должны держать экономику на плаву, а экономика у них определенные бедствия, значит, они терпят сейчас, потому что они вроде держат санкции против России, а от этого терпят, значит, и Польша, мы знаем, и Чехия есть проблема, и в Болгарии, и в Румынии и так далее. Да, санкции это оружие обоюдоострое. Безусловно. И немецкая пресса очень ясно пишет о том, что нам нужно таким образом держать санкции против России, чтобы мы не проигрывали экономически. А так не бывает. А так не бывает. Поэтому я думаю, что вот после встречи Трампа с Путиным, очень может быть, что уже следующий, как говорится, мяч на поле Европы, не на поле Америки, Америки в том числе, Путин там символично дал мяч, вот, им, чтобы они готовились, чтобы они пришли с предложениями, наверное, чтобы, значит, сотрудничество состоялось, чтобы оно продолжалось, чтобы они вышли из этого состояния. В принципе, это знак, что, ребята, надо выходить. То есть мы понимаем вопросы, и надо выходить. А здесь я могу только предположить, посмотрим, это покажет в последующие месяцы, что будут встречи на таком техническом уровне, будет очень много встреч. Да, профессионалы будут заниматься каждым из этих конфликтов, и в том числе, значит, вот этой экономической войной, этими санкциями, этой блокадой, которые нужно остановить, потому что от этого ни Соединенные Штаты, ни Россия, ни Европа не выиграет. Получается так, а американцы в этом смысле не... Вот еще с Китаем война пошла какая, экономическая пока. Вот. То есть, если эти страны ничего не выигрывают с точки зрения экономической, значит, кто-то, потому что там вакуума не остается, кто-то уже после этого воспользуется. И Трамп, который является, в принципе, человеком из бизнеса, то есть из экономики, он... Он, скорее всего, чувствует это. Он чувствует это. Политики больше болтают о принципах, о ценностях. А он конкретный мужик. Да. Я попытался вам ответить на вопрос. Спасибо. Тогда давайте мы обычно как? Чтобы понять, вот там собрались мудрецы, и один хвост пощупал слона, другой билинь, другой ногу, ну и пытались уразуметь, что же этот слон на себя представляет. Так и мы. Чтобы понять какую-то тему, желательно вопросы из разных плоскостей. И тогда стереометрия, появляется объемное изображение. Ну, здесь надо видеть... С экономической, мы обсудили, допустим, частично с политической, с исторической тенденцией. Есть еще один менталитет. Вот у Хантингтона, вот одна из его центральных ключевых идей, заключается в том, что цивилизации определяют менталитет, мышление, мировидение людей. А это, когда речь идет, скажем, тут уже в наше время смело можно говорить, не многомиллионные, а уже многомиллиардные массивы, да? Это определяет определенное состояние мира. Вот, допустим, если взять Соединенные Штаты Америки, ну, так скоро полмиллиарда будет. Уже где-то около 400 миллионов, считайте, полмиллиарда. Еще есть такие страны, вон Индонезия тоже уже вышла в клуб полумиллиарда. Индия за миллиард, Китай где-то полтора миллиарда. То есть мы видим такие уже арабские страны, огромное количество населения, и Северная Африка, включая Арабский мир, и Пакистан там, и многое-многое другое. И вот он подчеркивает, насколько важно понимать менталитет, потому что вот эти ценности, они определяются вот этой традицией, многовековой, даже тысячелетней. И не такой молодой стране, которая моложе Большого театра в Москве, моложе по возрасту. Он был раньше построен Большой театр в Москве, чем образовались и объявили себя государством Соединенные Штаты. Так вот эти все массивы, они такие, что вот когда врывается туда молодое государство, относительно, ну, несколько столетий на весах истории, как историк, знаешь прекрасно, что это очень длинные, это массы, это традиции, это все, их не так легко переделать. И вот мы смотрим, что все время говорили, вот англосаксонский, вот этот протестантский, вот такой мир, и взгляд на мир, и какой должна быть демократия, как там должно быть отношение к человеку, к его правам и так далее, он неожиданно столкнулся, и он не мог не столкнуться, с конфуцианской идеологией. А, извините, конфуцианство, это худо-бедно и Китай, и Корея, и Япония, и Сингапур. Вот мы видим Сингапур, как рванул, базируясь на старой конфуцианской идеологии. Это, извините, арабский мир, это огромный мир, мы видим, как многое зависит, вон, смотрите, что на Ближнем Востоке говорится. И вот это православный мир, это тоже целая цивилизация. И Европа, мы видим, северная, это протестантское вот такого направление, а уже от Женевы Южней католическое. И вот, не говоря, что и Латинская Америка уже вошла в этот католический мир, это огромные территории, почему роль папырия, и так далее. То есть, мы видим, что в этом мире, многополярном, не только потому, что он стал многополярен, чисто из экономических и военных, он многополярным был всегда. Вот о чем говорит Контингтон, и почему я очень, Виктор, благодарен, что ты пришел сюда с этой книгой, чтобы напоминать нам все время. Что ты можешь сказать о менталитете? Почему так важно уважать культуры чужие, чужие взгляды на мир? Почему нельзя говорить, вот наша точка зрения правильная, а вы тут отсталые какие-то молдаваны, вы отсталые какие-то папуасы, вы там еще бог знает кто, а вот мы просвещенные и грамотные. Что-то у просвещенных грамотных в Европе сейчас не ладится, раз старик бедняга Жан-Клод и он, Керс, говоря, выпил лишних 100 грамм. Что происходит? Если говорить о менталитетах, если говорить о современных цивилизациях, безусловно, что, когда мы говорим о Хантингтоне, надо сказать, что это школа, в принципе, Арнольда Тойенби. Тойенби еще в 50-60-х годах он выработал свою теорию жизни человечества и он обосновал, что да, все развивается от простого к сложному, есть древние цивилизации. Кстати, теория вызовов исторически тоже на Тойенби идет. Но он обосновал, что старые цивилизации, к ним нужно относиться очень уважительно, что даже если они умерли, погибли, безусловно, что они имеют возможность и право восстановиться. И он приводит там огромное количество таких цивилизаций, как я помню, до 21-й. И в этом смысле постоянно новые государства и новые формирования современные, политические, на глобальном уровне должны... Обновляются и выходят снова на арену. Да, но, безусловно, что они всегда имеют корни в старых цивилизациях. И посмотрите, что происходит в принципе в 19-20 веке. В принципе, создание уже Лиги наций, и потом Организации Объединенных Наций, мы имеем определенную унификацию и философских видений на проблемы жизни человека, сотрудничества, экономических отношений, социальных, политических отношений, и внутри страны, внутри суверенитетов, внутри государства, и на международном уровне. что касается менталитетов современных... Которые часто в США не учитывают, хотя со своими клише и стандартами... Ну, видите как, некоторые... Они получаются. Некоторые страны идут вперед. Они вырабатывают какие-то принципы, принципы, как у нас говорят, некоторые принципы, ценности. А другие имитируют. А некоторые... Имитируют. Они не только... Не то, что имитируют, они пытаются это все новое перенять, но у них есть еще старое, есть свое воспитание, которое они получили по традиции от прежних поколений и так далее. То есть, когда приходят, я говорю элементарно, когда приезжает американец сюда, в Молдову, он начинает удивляться, что у вас есть традиции, оказывается, у вас есть старое строительство, у вас есть национальный костюм, что у вас есть язык. Особое. Что вы начинаете спорить из-за языка там с румынами, что вы начинаете там спорить, оказывается, с какими-то национальными меньшинствами и так далее. Они не всегда это понимают. Почему? Потому что у них этих старых корней немножко... У них они оторваны. Это молодая нация. Это молодая нация. Это молодая цивилизация. И Австралия тоже. Но с другой стороны, надо отдать должное, сказать, что, видите как, есть Нью-Йорк Штаты, и Франция, и Великобритания, и в свое время Советский Союз, и Китай в свое время, и многие другие. То есть вся Европа так или иначе, Европа, Азия участвовала в создании Организации Объединенных Наций. И сегодня абсолютное большинство суверенных, независимых государств являются членами. То есть они соблюдают карту Организации Объединенных Наций. То есть в этом смысле, как мы с вами говорили, соблюдение прав человека, соблюдение демократических... Право нации на самоопределение. Право нации на самоопределение. Соблюдение демократических принципов. Норм демократии. Да, норм демократии. То есть право выбирать, участвовать в политической жизни и так далее. Суверенитет народа, народный суверенитет, это общезначимый, общепринятый уже в международных правах. Поэтому... Тысячелетиями прошедшей безусловной истории. Безусловно. Что касается... Вот вы меня спросили насчет менталитетов сейчас. Очень важно. Мне интересно говорить о менталитете вот нашей страны и менталитете региона. Карпатобалканский, наш знаменитый. И надо сказать, что вот даже в этой книге посмотреть интересно, что Хантингтон значит проводит здесь целую границу. И он показывает, где мы говорим о западном менталитете, о западноевропейском. И где мы можем говорить? Дорогие соотечественники, я сейчас... О восточноевропейском. Два слова. Внимательно попытайтесь. Вот сейчас на камеру как раз. Виктор Федорович Степанюк вам показывает люнию, которая идет с севера на юг, которая разделяет два мощнейших цивилизационных массива. И он проходит, смотрите, как раз внизу через Молдавию. Россия, Беларусь, большая часть Украины, Молдова, и даже часть Румынии относятся к восточноевропейской цивилизации, называет ее Хантингтон. Но мы на пограничье. А мы на пограничье. Именно. Именно, что вот граница проходит... Там и нестабильность, и опасность. Да. И сейчас что получается? Получается по Хантингтону, что великие державы должны все-таки соблюдать менталитет, соблюдать... Уважение к менталитету другого? Уважение к этим цивилизациям, тем более, что это старая Европа. Это старая Европа. Не надо забывать, что у Молдовы в появлении в 14 веке государств было в Европе приблизительно 14-15. Да. То есть, если сегодня 51, получается, мы относимся к старым государствам, с традициями, с корнями, и так далее, и так далее. Что касается менталитет, здесь, безусловно, что смешанная, надо сказать, смешанный менталитет, потому что... Карпата-Балканская три цивилизации. Западная, православная и Степная. Тюрок. Ну, с точки зрения... С точки зрения религиозной, большей частью мы одно. Одна цивилизация, это православная. Но с точки зрения... Но с точки зрения, вот, например, культур. Этно-культурная, да. Этно-культурная, безусловно, мы относимся к латинскому миру, да. Но есть у нас, безусловно, очень серьезный пласт славянского мира и, конечно, и тюркского, мусульманского мира. И надо сказать, что это происходит, это случилось не сейчас, не в 20 веке. Не за один век. Не за один век. Вы правы. Еще до появления молдавского государства, если мы говорим так, две тысячелетия назад или даже 2500 лет назад, здесь латинский мир, безусловно, был, но были гетодаки, были славяне или предки славян, мы говорим. И, безусловно, что были, значит, представители азиатского мира, они тоже сталкивались, границы очень часто менялись, но надо сказать, что определенная стабильность все-таки была, потому что абсолютное большинство историков признает, здесь жили гетодаки, то есть они являются... Нет, есть и археологические культуры. и это доказано. Март Качук недавно очень интересный фильм снял. И на основе археологических данных, и на основе, значит, исторических памятников, летописей и так далее, и так далее, это доказано. Но вы правы, что мы находимся на пограничии. Мы находимся в очень сложном положении. Мы видим здесь, как геополитика нас давит и с одной, и с другой стороны. И турбулентность отсюда, нестабильность. Постоянная нестабильность, да. Эта нестабильность была особенно в 18-19 веке, но она, очевидно, особенно сейчас в 21 веке. Потому что и в 20 веке вот эти две мировые войны в принципе прошли через нас. И Хантингтон прав. Это не проходит так раз-два, как казалось кому-то. Поэтому относительно этих стран и этих регионов Хантингтон предлагает варианты сотрудничества. Безопасности и сотрудничества. Как единственный безальтернативный. Иначе война. Мы не можем геополитически сейчас тянуть страну сильно. Ни в одну, ни в другую сторону. Надо уметь прагматично, как делают, например, финны. Потому что вот они как раз на этой линии на Севере. Они встретились. Да. И они умеют балансировать. Да. Где они встретились? Они встретились именно в столице той страны, которая особенно... На границе как раз линии Хантингтона. и страна, которая смогла держать баланс интересов в первую очередь в интересах своей страны. То есть, они не пошли на поводу ни к востоку, ни на запад, но решали постоянно свои социально-экономические проблемы. Надо сказать, это очень успешная страна. Процветающая страна. Вообще, скандинавские страны, которые очень часто держались очень далеко от глобальной политики, они добились с точки зрения экономической самых грандиозных результатов. Надо сказать. Ты имеешь в виду Швецию, Финляндию, Норвегия. Исландия частично. И в том числе из того же мира. А вот наоборот при Балтии, как я смотрю, вот это все-таки... Я заметил страну, Виктор, закономерность. Где выше уровень ксенофобии любой, в том числе и русофобии, там обычно очень плохо дела начинаются с экономикой, с социальным и так далее. Почему ксенофобия опасна? Ведь это разрушает Украину. Именно вот это явление. Почему вот в менталитете людей очень важно подавлять вот эти ксенофобские импульсы? Почему? Ну, видите как, давайте скажем ясно, что ястребы, мы не будем упоминать из какой страны, да, но любые ястребы, они бывают и на востоке, и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Они пытаются, значит, раскалывать постоянно, потому что именно на расколе политическом, идеологическом, на ненависти, на расколе и противостоянии, вот, в том числе этническом, да, они могут вершить свои дыра, могут решать свои проблемы, могут решать свои политические и геополитические задачи. Поэтому всегда нужно относиться, и это, я говорю, обращение именно к руководителям нашей страны, к руководителям государства, нужно относиться к этому очень-очень осторожно. И очень серьезно и внимательно. Большие страны могут себе позволить иногда большую политику, мы знаем, да, большие страны позволяют себе, а маленькие страны в этом смысле должны иногда не очень сильно выступать со своими заявлениями. Как Финляндия. Финляндия. Вот, откройте международную прессу, о Финляндии, мы читаем, о системе образования, о социальных проблемах, о экономических как они решают. у финнов капиталистическая страна только государственное высшее образование. Обязательно. У них, у финских политиков, у скандинавских политиков, у очень многих политиков нет вообще политических заявлений. Мы даже не знаем, чтобы они против кого-то. Они не вмешиваются очень сильно в международных процессах, они не идут на поводу ни лево, ни право и обязательно в первую очередь решают свои проблемы. Я хочу видеть нашу страну именно таки... Получиться бы у финнов. Безусловно. Учиться у держав, у тех стран, которые имеют результаты, которые добились больших скандалов, без большой геополитии, без войны, без конфликтов. Пример Грузии. Возьмем вот тоже Финляндию. Там где-то, вот насколько я помню, там грубо берем половина финны, половина шведы. Они прекрасно между собой ладят. А шведов там довольно мало. Хотя шведы были... Не, и где-то одна треть, так вот, еще смешанные браки надо учитывать. Смешанные браки, да. Конечно. Вы правы. А вот относительно населения, как я помню, шведов там около 10% только. Нет, это чистых шведов. Там очень многие... Но то, что шведский язык является вторым государством, это верно. То есть, они решили, сами финны для себя, что дать шведам второй государственный язык не есть ущемление, значит, суверенитета страны и населения, а в принципе, это знак определенного уважения к национальным меньшинствам. А уважение всегда отвечает уважением. И это фактор как раз сплочения наций. И их конституционный суд в Финляндии не сказал, что этот закон устарел. У нас это, к сожалению, бывает. Поэтому вот, что касается встречи Трампа с президентом Путиным, Молдова здесь, безусловно, должна, значит, преследовать свои, значит, интересы. Как я понимаю, наши власти должны все-таки... На русофобии далеко не уедешь. Да. Надо восстановить отношения с традиционными, значит, рынки, люди. В первую очередь идет о людях речь. Да, да. Потому что, в первую очередь, от нашей неудачной политики и от наших неудачных экономических там процессов страдают в первую очередь люди. и наши люди, видите, как, соцопросы очень мало проводят именно эту линию, хотя я повторяю уже неоднократно четвертый раз и в вашей передаче еще раз повторю, почему нет социологических опросов, где спрашивают, почему нас спрашивают постоянно, а вы с Россией или с Европейским Союзом, а почему нас не спрашивают, а кто за Молдову? Вместе с Россией, вместе с Европой, вместе со всеми, но за Молдову. То есть, надо спрашивать и разобраться в том пласте большом, а я думаю, что это пласт самый главный, он основной, он составляет, наверное, 60% и больше, которые вообще хотят жить в дружбе со всеми. И надо сказать, что президент, я смотрю, последние месяцы, он именно этот курс, нам надо уметь договариваться со всеми, нам надо, безусловно, как Крам сказал, надо ладить. Ладить, обязательно, не другого, потому что, если мы не будем ладить, безусловно, что будут конфликты дальше. Поводов для конфликтов здесь очень много, как мы говорим, и менталитет, и интересы, и ресурсы, и иммиграция, и емиграция, и кража миллиардов у нас особенно, с которой никто не может разобраться. Это денежки куда-то эмигрировали. Безусловно. партии, которые себе позволяют открывать какие-то магазины социальные. Партия должна заниматься политикой все-таки, строить перспективу, а не там коммунпировать. И это все в условиях нашей молдавской демократии. И это нехороший, можно сказать, звоночек нашей демократии. Здесь надо просто одуматься, надо посмотреть, потому что, в конце концов, я политикам обычно как говорю, в конце концов, посмотрите, время пройдет, за вами останется только пепел, останется только нерешенные проблемы, и это полуразрушенная страна, и ваша биография, она будет никакой. И она на вашей совести. Она будет на вашей совести. Вот эта разрушенная страна, она на совести наших политиков, надо сказать, ясно. К сожалению, и после Снегура, и после Лучинского, и после Воронина остались очень много проблем, которые они не просто не решили за эти годы, они возникли и усугубились. Они усугубились, и пора остановиться, пора, значит, несмотря на все, на все проблемы и ошибки, которые были, надо все-таки уметь договариваться. Путин и Трамп показали здесь хороший пример. Казалось бы, до чего дошло противостояние США и России. Если они на международном уровне, значит, в этих сложных условиях, почти военного противостояния, пожалуйста, в Сирии, они все-таки смогли, в Сирии поговорили и так далее. Почему внутри страны не находятся такие возможности? Почему внутри страны парламентское большинство, правительство не умеет все-таки ладить? Почему политические партии не умеют ладить? Не умеют ладить? Не умеют ладить. А очень пора, потому что результатов нет. Вот они я смотрю, что пишут в последние дни о пенсионной реформе, о каких-то рабочих местах и так далее. Уважаемые друзья, нечего обманывать. Все-таки в территории какой-то пласт еще людей, соображающих, как он остался. Они же видят, люди, что ничего решается. Они видят, что каждый день опустошаются села. Люди уезжают, потому что они не чувствуют никаких гарантий. Самое страшное молодое поколение, оно уже не верит. Многие не верят. Система образования, которая сейчас разрушается, система здравоохранения, которая саморазрушается и так далее. То есть, это общая беда. И эту беду надо остановить. И пока не поздно, потому что мы очень долго говорим об этом, но в конце концов надо предпринять какие-то действенные такие меры. Ну что, вот наша передача как-то... Вот я заметил, когда тема интересная, интересный собеседник, интересное раскрытие, передача пролетает как-то, смотри, 40-45 минут, казалось, а вот они пролетели. И я хотел, во-первых, поблагодарить, потому что мне очень понравилось, что ты пришел как ученый, который глубже других, и я подчеркнул, как государственный деятель, что ты пришел с книжкой Хантингтона. Потому что оказалось, что то, о чем говорил Хантингтон, вопреки тому, что говорили Бжезинский и там все эти ястребы, вот все-таки эта линия из Гарварда стала на Западе побеждать. И вот то, что ты показал, вот этот древний раскол севера от Ташкольского полуострова до Черного моря, который, линия раскола проходит через нас, я бы сказал, она точнее не по Карпатам, она по Днестру проходит, а там по Днепру. Потому что там Хантингтон, видно, не очень наши тонкости, знает, он эту границу чуть сместил на Запад, на самом деле... Нет, ну это ваше мнение, я могу с ней согласиться, но надо сказать, что большая часть специалистов, они, значит, смотрят на границу именно как Хантингтон. Не, я скажу, Хантингтон, я был в Гарварде и был в Ставску, и я там поспорил с их профессурой, там ребята Хантингтона, я им сказал, ребята, вы хорошо правы, но у нас обычно границы не через горные хребты проходят, а через реки, левый берег, правый. Они говорят, об этом надо подумать, кстати, обратили. И вот я очень хотел бы поблагодарить за участие в нашей передаче, что мы увидели ее с высоты птичьего полета, то, что происходит, потому что иначе в этих мелочах можно там кто кому что сказал, кто там выпил, кто не выпил, кто что-то брякнул, что нет. Это не важное. Важное, что человечество начинает понимать, мы разные, мы массивы цивилизаций, и нам надо научиться договариваться и ладить друг с другом. Спасибо, Виктор, вот за такой подход к сегодняшней передаче. Подход именно цивилизационный, именно с высокой, от менталитета, от культуры, от истории людей. И не забывать о интересах своей родной страны. Да, родной страны, и это лучше всего. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша передача. Значит, вот эта неделя, о которой мы говорили, бурная, неожиданная, неделя с такими невероятными оборотами и поворотами, различными реакциями, она показала, что наконец-то мир созрел понять, что то, что случилось в Сирии, вот то, о чем мы с Виктором Федоровичем сейчас говорили, вот, это мир был на грани войны, и спасли все, как ни странно, военные, которые лучше всех понимали и с одной и с другой стороны, что могут натворить политики, вот, излишние ретивы, и которые иногда не понимают, что они творят, вот, и вот эта встреча Трампа и Путина, это была не просто встреча двух политиков, двух стран, у которых 90% ядерных вооружений всего мира, это была встреча двух умудренных опытом людей, каждый со своим опытом, со своими взглядами, но которые поняли, что надо ладить, мир должен понять, что нельзя переходить ту черту, которая превращает цивилизации в пепел невежества и смерти. Итак, спасибо за внимание, мы, надеюсь, еще не раз встретимся в этой студии и будем обсуждать то, что происходит с нами, внутри нас и вокруг нас. Хочу сказать следующее, не поддавайтесь никогда ксенофобии, никаким ненавистям, страхам, человек должен понимать одно, нас на планете всего лишь ты да я да мы с тобой и чем дальше, тем меньше становится наша маленькая планета и тем больше ответственность лежит на нас на всех и живущих в Молдове и вокруг нее и во всем мире. Спасибо за внимание, будьте бдительны, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Виктор Иванович Молдове Виктор Иванович Виктор Иванович